Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва, и «Особое мнение» сегодня высказывает политолог Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав. Добрый вечер. Огромное количество вопросов к вам. И вот хотелось бы начать с такого сегодня самого, может быть, актуального. Можете объяснить казус, интересуется Илья? С одной стороны, власть боится Навального, но с другой стороны, боится его посадить на реальный срок. В чём логика? — Логика в следующем. Ещё в 2013 году было принято решение, насколько я понимаю, рутинизировать уголовное преследование Алексея Анатольевича Навального. — Как ещё? — Рутинизировать от слова «рутина». — Ага. Заболтать немножко? — То есть превратить это преследование в бесконечную череду уголовных дел, позиционирующих Навального как мелкого жулика, который украл всё и везде, где только можно, но по мелочи. Но не сажать его, чтобы не превращать его в икону сопротивления Нельсона Мандалу. Пока эта стратегия продолжает реализовываться. Но, конечно, власть в какой-то степени боится Навального, иначе бы она вообще не обращала на него внимания, как не обращает внимания на многих оппозиционеров. — Ну, подождите, Санислав, но вот эта вот история с вынесением, невынесением, перенесением приговора, с реальным сроком брату, мне показалось, что вот если в вашей логике действовать, это как-то не очень логично, потому что Нельсона Мандалу потенциально сильно рассердили. — Ну, это не моя логика, а логика Кремля. Я бы, наверное, действовал по-другому на месте Кремля. Кроме того, не надо недооценивать фактор бардака в российской системе власти. Ведь многие звенья работают несогласованно, и даже сам арест Навального в июле прошлого года, когда он пошёл за решётку меньше, чем на сутки, вы помните, да, это было сейчас исполнителя. Ведь предполагался условный срок, но почему-то Навального посадили по-настоящему, чтобы потратить Следственному комитету, и Путин лично должен был вмешаться в этот процесс, чтобы Навального на следующий день выпустили. — Ну, а вы помните, был народный... — Да, был народный исход, но народный гнев был, конечно. Но к моменту начала народного гнева уже было ясно, что Навального будут выпускать на следующий день, или что-то такое случится приблизительно. Во всяком случае, Навального специально... — То есть вы считаете, что выход протестующих граждан не сыграл никакой роли? — Сыграл, но не решающий. — Так. — Сейчас, я думаю, Кремль исходит с того, что вышло не так много народу, не больше двух-двух с половиной тысяч человек 30 декабря, поэтому задача уже решена. Понимаете, ведь все эти люди, они очень формально подходят к своим обязанностям. У них нет никакого, не чувствуя ни алармизма, ни алармизма, ни катастрофизма по поводу того, что происходит в стране. Ну, исходили из того, что перенеся с 15 января на 30 декабря, удастся получить, скажем, не 15-20 тысяч человек, а на порядок меньше. Получили? Получили. Значит, это успех, успех с их точки зрения. — А с вашей точки зрения? — Ну, понимаете, с моей точки зрения довольно сложно, потому что здесь не все измеряется количественными параметрами, во-первых, и в краткосрочной перспективе, во-вторых. Ясно, что любое нарастающее отчуждение между активной частью общества и власти, это работает против власти. А в какой временной перспективе, другой вопрос. То есть все те же самые вещи, ведь можно или не делать вообще, или делать гораздо более технично. Но диалог с властью на эту тему бессмыслен. То есть она полностью окуклилась, она живет в своем мире чувственных идей, и пусть живет. — Ну вот хорошо, вы сами сказали, что вы бы на их месте делали бы все по-другому. Вот представляете себе, вы президент Станислав Александрович Белковский. — Не за яблок. — И у вас есть вот некий такой оппозиционер, который вам все время пытается воткнуть в мягкие места какие-то, значит, блоги свои, или еще что-нибудь собирает каких-то сторонников, вы бы его пугались. — Ну, при мне этот оппозиционер был бы составной частью коалиционного правительства, а я сам парламентским президентом без полномочий. Поэтому мне было бы ничего не страшно. — Ну, хорошо, ладно, вы попали в такую ситуацию, что у вас есть такой политический противник. Вот с теми возможностями, с теми процентами на тех выборах и так далее. Это страшно было бы для вас? — В режиме демократии не страшно ничего, потому что человек как приходит, так и уходит. В режиме автократии, тем более коррумпированный насквозь, игра всегда идет с нулевой суммой, поэтому любой человек, который правильно ставит вопросы, в состоянии формировать собственную повестку дня, а не следовать за чужой, и мобилизовывать определенную массу народу, конечно, страшно. — Ну, вы уже сказали немножко о народном сходе Трецатова на Манежной. Крутицкий интересуется, был ли это успех или провал, собственно, для тех, кто выходил? — Формально это был не успех, потому что ориентировались на значительно большее количество народа. — Ну, было жесткое противостояние, помимо Мороза, скажем так. — Ну, как там так и не стреляли, правда, то есть, опять же, я бы не стал переоценивать степень жесткости этого противостояния. Но я бы не назвал это и провалом, потому что все равно символическое значение определенная эта акция имеет, и она не воспринимается активной частью общества как провальная. — И вами тоже, соответственно. — А вот еще такой интересный вопрос от Белки пришел. А какое общественно-политическое движение исповедует идеологию, наиболее созвучную вам? Бьюсь над этим вопросом уже месяц. Может быть, поможете Белке? Не могу разобраться в зоопарке движений, которые причисляют себя к националистическим. И еще, у Кургиняны есть шанс? — Ну, смотря на что. Шанс есть у каждого. — Ну, давайте по первой части. Какое общественно-политическое движение исповедует идеологию, наиболее созвучную вам лично? — Ну, сейчас такого движения нет, это не начало не появиться в будущем, хотя я по этому поводу не переживаю. В конце концов, ведь не партии и движения приведут в смене власти в России, а другие тектонические процессы. Да и, собственно, движение «Демократическая Россия», которое, например, сыграло большую роль в смене власти на рубеже 80-90-х годов прошлого века, в Российской Федерации оно не было строго идеологическим. Оно было такой зонтичной структурой для носителя огромного количества идеологий, объединенных одним, что только идея, что коммунистический режим должен прекратить свое существование. Так, очевидно, будет и на этот раз, хотя ситуация, конечно, сегодня гораздо сложнее, чем тогда. Потому что крах коммунистического режима был связан, конечно, не с падением цен на нефть, как считают многие, это было важным, но второстепенным фактором падения режима, а с самодискредитацией коммунистической идеологии, лежавшей в основе режима. А полная дискредитация идеологии монетократии, то есть власти денег, лежащей в основе нынешнего режима, пока не наступила, и многие из тех, кто хотел бы свержения Путина, вовсе не стоят на альтернативных ему идеологических позициях. Поэтому сегодня не так, и в этом смысле, в путинский режим сетевой, он размазан по стороне тонким слоем, и в каждом у нас сидит маленький Путин, или, по крайней мере, во многих из нас. А у вас, кстати, какой маленький Путин сидит? Конечно. Часть, которую вы понимаете и поддерживаете? Конечно, во мне тоже сидит маленький Путин, поскольку я зависим от денег, я зависим от того бытового комфорта и свобод, которые я приобрел за постсоветское время. То есть, если сейчас в силу естественных и противоестественных причин комфорт начнет рушиться, у таких, в том числе, как вы, произойдут те самые тектонические сдвиги? Нет, понимаете, комфорт, если комфорт, значит, комфорт, мы не так велик, естественно, да, я не принадлежу к привилегированному классу в путинской России. Я, скорее всего, хотел сказать о том, что многие обыватели, такие, как я, они не вполне готовы рискнуть своим материальным благополучием ради участия в процессе смены власти, или, по крайней мере, для них этот выбор является проблематичным. Значительно более, чем в конце 80-х годов. А в чем причина? В том, что впервые за всю историю России население отъело с несколькой. Это, конечно, относится не ко всему населению, но к значительной, весьма значительной его части. То есть, вот эти все разговоры, что вот украинцы, они более свободолюбивые, более свободные и так далее, это они просто более бедные? Нет, украинцы, конечно, беднее, но не настолько беднее, чтобы это играло качественно. Почему их комфорт не... Украинцы, конечно, более свободные. Не удержал. Более свободные, потому что у них нет монархической идеи. Их государственность новая, свежая, она начала формироваться только в 91-м году. Она формировалась на ровном месте, в том сочетании трудносочетаемых частей, в ментальном, в культурном, в политическом планах, в том числе и путем интеграции частей, которые уже мысли гораздо более европейских, к моменту формирования Украины в качестве целостного государства. И там нет идеи царя, нет такого панического внутреннего страха перед властью, который присутствует у нас. Страха, который усугубляется всякий раз, когда власть проявляет силу. Вот в тот момент, когда Янукович начал применять силы против Майдана, да, 30 ноября 2013 года, он подписал себе смертный приговор. Но это вызвало скорее гнев, чем страх. Да, я описал об этом, что это все, это абсолютно уже конец Януковича. У нас бы наоборот, это вызвало бы рост рейтинга власти, если бы она начала стрелять. Другое дело, что наша власть не готова стрелять, но не из страха перед собственным народом, а из страха перед цивилизованным человечеством. Это Станислав Белковский со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. И снова с вами программа «Особые мнения». Меня зовут Ольга Журавлева. Своё мнение высказывает Станислав Белковский, политолог. Он у нас в студии. И вот вам задают вопрос Олекса. Такой непростой вопрос пишет он. Как всегда, о братской любви России к Украине. Так мы уже знаем, что Путин сделал переоценку своих возможностей в военном противостоянии и решил сконцентрировать все свои усилия для экономического удушения Украины. Вы согласны с этим тезисом? Он с самого начала ставил на экономическое удушение Украины, а военную стратегию он корректирует по мере наличия или отсутствия успехов на этом направлении. Ну, то есть, в принципе, так и есть. Сейчас уже речь идет именно об экономических. Речь идет обо всем. Мы должны понимать, что Путин не стратег, а тактик. И важнейшее решение... Слово, спец, у него силы, воля плюс характер, молодец. Совершенно верно. Поэтому он принимает решения в последний момент и может поменять их в любой момент. Украина важна ему не сама по себе, а как плацдарм для торга с Западом. Так. Он хочет любви Запада, как Коля Остенбакина. Вы продолжаете верить, что он все еще хочет, да, как Кольский Остенбакин? Коля Остенбакин, а польская... или Кольский... нет, Кольский... Польский красавец и ингизайонц. Это не называется вторая часть этого селогизма. Конечно, конечно. Тут президент Франсуа Уланда все правильно сказал. Вот, кстати, уж раз вы сказали про президента Франции Франсуа Уланда... Нам надо не забыть только про Алексу и его вопрос, мы сейчас вернемся к нему. Да, давайте, да. Он сегодня высказался в интервью Франс Интер, что надо бы прекратить, и Европа страдает сама от этого всего, и ей угрожают уже эти санкции. Ну, он сказал более обтекаемое, я читал внимательно формулировку его ответа. Он сказал, что в случае умиротворения на Украине можно подумать над тем, чтобы прекратить санкции. Если умиротворений не будет, они будут продолжены. Потому что санкции не являются самоцелью, о чем и заявил вице-канцлер Франсуа Габриэль накануне. Что нет задачи поставить Россию на колени, есть только задача принуть ее к переговорам по определенным вопросам. Все это, мне кажется, именно начало сеанса эриксоновского гипноза, к чему я призывал давно. Что нужно заглянуть в душу Владимира Путина, как в свое время сделал экс-президент США Буш младший, и увидеть там огромную неразделенную, огромную жажду любви, неутоленную. Ну, вообще, вы знаете, я прошу прощения, когда вы говорите про эту любовь, которую он добивается. Ну, бывали такие мальчики, я не знаю, в третьем классе, которые добивались любви, ударяя девочку портфелем по голове. Вот именно этим Путин занимается абсолютно. Вы это имеете в виду? Да, конечно. Хорошо. Ну, он хотел по-хорошему, он подкатывал по-хорошему, но подкатывать по-хорошему не получилось. Точка перегиба здесь была Мюнхенская речь 2007 года, где он уже совсем внятно сформулировал, что, ребят, последний раз предупреждаю, хочу любви по-хорошему, потому что мы идем к вам не с танками, а с деньгами. Но унижение следовало за унижением, Путина прикладывали морды об стол. Во многом это было связано с тем, что Запад давал понять Путину неприемлемость определенной части его ценностей и необходимость соответствовать евроатлантическим ценностям в процессе любви. Путин категорически отказывался это признавать. И вот когда уже Путину приложили морды об стол окончательно, это случилось в феврале ушедшего года, когда сначала, как он сам сказал на пресс-конференции, западные лидеры проигнорировали Олимпиаду в Сочи после долгих лет попыток дискредитировать и сам процесс подготовки к Олимпиаде и ее результаты, а потом еще в день закрытия Олимпиады совершили проклятый государственный переворот в Киеве, тут уже стало ясно, что любви по-хорошему не получится, но начали домогаться по-плохому. С чего и началась аннексия Крыма. Когда аннексия Крыма не привела к переговорному процессу, на который Путин рассчитывал, началась война в Донецкой и Луганской областях. Опять же, она не привела Путина к тем результатам, на которые он надеялся, еще и потому, что никакого восстания на юго-востоке Украины не случилось. Народ от Харькова до Одессы не вышел на улицы с целью требовать отсоединение от Украины, или хотя бы федерализация, соответственно, заставил Вадима Владимировича внести определенные коррективы в свои планы, но не в цель. — Цель осталась прежде. — Любовь Европы и Америки, да. — А окончание вопроса, Алекс. Кроме этого, мы также знаем, что у обеих стран дела плутят с экономикой. Ваше мнение, кто умрет первым? Не опаздывает ли Порошенко рада с реформами? Дефолт украинского правительства — это хорошо или плохо для Украины? — Дефолт, естественно, это всегда плохо, он не исключен. Хотя я сейчас не берусь прогнозировать его вероятности, не считаю ее близко к 100%, в отличие от многих специалистов. Порошенко и Ценюк, конечно, запаздывают с реформами в самых разных сферах. Конечно, во многом они проявляют себя еще представителями прежней элиты, особенно в кадровой политике, потому что многие мрачные фигуры прошлого всплывают на руководящих постах. И как на сегодняшний день мы смогли убедиться, генеральная прокуратура и другие правоохранительные органы Украины сделали все возможное, чтобы Виктор Янукович, бывший президент, члены его семьи и ближайшие соратники, избежали ответственности, которые они могли и не избежать. Я полагаю, что за этим могут стоять определенные договоренности, а не только халатность и безалаберность украинских силовиков сегодняшнего призыва. Эти все проблемы существуют, хотя они не меняют суть и дело. В общем-то, революция 22 февраля однозначно поставила Украину на европейские рельсы, и с этих рельс уже Украина не сойдет, хотя сам путь может быть очень сложным и тяжелым. Вот не могу прочитать на букву «Ф» какой-то человек, не могу, честно скажу. Пишет вам следующее. Господин Стрелков не скрывал свое участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Теперь он призывает ополченцев покинуть зону конфликта и делает это публично. С чем это может быть связано и насколько самостоятельно Стрелков Гиркин? А, Валерий из Киева подписался. Там у ГВФ, да. Ну, это его ник просто непроизносимый. Игорь Стрелков Гиркин, с одной стороны, признал, что он не просто участвовал в боевых действиях, а был одним из их инициаторов. Причем по инициативе официальной России, в лице главы Крыма Аксенова, который отправил туда Гиркина. Сначала, мы помним, Гиркин заявил, что он нажал спусковой крючок войны, придя в Славянск со своим отрядом из 52 человек, подчеркнув, что, собственно, потому и пошел в Славянск, что отряд был небольшой. Взять Донецк таким отрядом не получилось бы. Потом, когда он увидел, что в Донецке творится непорядок, что в городе по-прежнему существует мирная жизнь, городом управляет мэр, избранный еще при украинских властях, и Донецк вот-вот вернется под юрисдикцию Украины без большой войны, он пошел в Донецкую и устроил эту большую войну, чтобы никому жизнь медом не казалась. Но за это время Гиркин Стрелков еще ощутил себя крупной политической фигурой. Я внимательно смотрел несколько его больших выступлений, у меня не осталось в этом ни малейших сомнений. Все его разговоры о том, что он вне политики... То есть он действует самостоятельно? Да, он движен гигантскими амбициями. Он уже вкусил кровь во всех его проявлениях, ну, задолго свою карьеру и в Боснии, и в Течне, и в Приднестровье, где он только не бывал за последние 20 лет, и уж теперь, когда он стал звездой на полях сражений в Славянске и Донецке, тем более, и он планирует и оставаться политической фигурой. Это одна из двух заметных политических фигур, которые выдвинул 2014 год на российскую сцену. В чем тогда смысл этого призыва? Ну, как? Это очередной политический ход. Гиркин же не может просто так взирать на то, что там происходит. Он должен как-то это постоянно комментировать и окапываться в нише определенной. Сейчас эту нишу он себе четко обозначил. Он лидер того самого русского эмира и русской весны, которую Владимир Владимирович Путин, очевидно, решил похерить. Так вот, это заявление как бы говорит нам о том, что Владимир Владимирович Путин забросил эту идею. Ну, что теперь уже очевидно, что пророссийские назначенцы в Донецке, так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, система Захарченко-Плотницкий дистанцирует себя от ополченцев и полевых командиров, действовавших на свой страх и риск. Здесь переломной точкой стало убийство Александра Беднова по прозвищу Бэтмен. Да, да, об этом тоже было сказано в этом интервью Стрелкова. Да, на которой, якобы, было осуществлено генеральной прокуратурой самопровозглашенной Луганской республики при задержании, хотя это было никакое не задержание, а прямой расстрел, естественно, чуть ли не из тяжелых вооружений. И с этого момента Геркин Стрелков заявил, что пусть все ополченцы оттуда убираются, идут под контроль его Геркину сюда, потому что, коль скоро русскую весну предали, и мы будем возрождать ее в новых формах, и уже под руководством не кремлевского императора, а сами по себе. Но на территории России? Как получится. Ну, вообще, это должно вызывать в Кремле некоторый испуг, ну, или какое-то напряжение, нет? Нет, нет, изначально об этом надо было думать, когда начинали всю заворуху в Донецке и Луганске, и, в общем, не нужно было бы семи пядей во лбу, чтобы это осознавать, и многие предупреждали Кремль именно об опасности такого развития событий. Но не надо забывать, что Путин живет в своем мире. Что вы думаете, он читал заявление Геркина? Или точно знает, как убили несчастного Бэтмена, если знает вообще? Нет, для него это не имеет никакого значения. Это для него расходный материал. Он думает о том, что случится 15 января в Астане, где его непокладистый любовник Запад будет с ним торговаться из-за Украины и санкций. А там может что-то такое случиться невероятное? Я ничего невероятного не жду, потому что, безусловно, Запад потребует от Путина полной сдачи Донецкой и Луганской под украинский контроль, полного вывода формальных и неформальных войск. А Путин, конечно, никаких войск там нет. И точкой отчета будет поднятие снова украинских флагов над зданиями администрации Донецкой и Луганской областей. А Путин, будучи человеком крайне упрямым и недоверчивым, и мнительным, понимает, что если он на это пойдет, то больше рычага давления, вот у самого портфеля, которым он будет бить возлюбленную одноклассницу по голове, у него не будет. Значит, следующей точкой итога будет Крым, сидящий без электричества. Мы продолжим этот разговор в студии Станислав Белковский. Никуда не уходите. И снова с вами программа «Особое мнение» в студии политолог Станислав Белковский. И мы продолжаем. Есть еще один вопрос, который задают наши слушатели. А вот, вот он, кстати. Как, по-вашему, готовы ли мировое сообщество, вот то самое, любви которого добивается, по-вашему, Путин, простить Россию и Крым в случае отвода войск из так называемой Новороссии и прекращения помощи сепаратистам? Другими словами, возможно ли обменять Крым на Донецкую и Луганскую области? Так вот, Путин на это и рассчитывал с самого начала. И он до сих пор рассчитывает, что Запад поймет, нет смысла связываться с Россией из-за такого ничтожного вопроса, как Крым. И даже вся Украина. И Украина, в конце концов, поймет, что нет смысла связываться с Россией из-за таких ничтожных вопросов, как Крым и несколько районов Донецкой и Луганской областей. Потому что, опять же, Владимиру Владимировичу чушь ценностный подход. Он подходит с точки зрения интересов. Вот на одних лесах столько-то, на одной части леса столько-то, на другой столько-то, как и перевесит. Но Запад не простит ЦРФ в лице Владимира Владимировича, потому что утрачено главное доверие. Стало ясно, что Путин готов идти на очень существенные нарушения международного права. И ценности, на которых базируется нынешний миропорядок, а раз так, почему они должны думать, что Путин не пойдет на это и впредь, чтобы он не пообещал сегодня. Потому что сам переговорный процесс в течение 2014 года, скорее, разочаровал. Запад или, по крайней мере, двух ключевых западных игроков США и Германии. Ну, хотя бы та же мантра Путина о том, что на Украине нет российских войск. Ну, в нее же никто не поверил. А если человек постоянно воспроизводит нечто, выдаваемое им за правду, но, как правда, невоспринимаемое, то доверие к нему тает практически, как воск перед лицом огня. И именно это не даст возможности Западу пойти на ту сделку, которую Путин считает самой рациональной и чуть ли не самой собой разумеющейся. Он же думает, что какие-то злые интриги, плохих людей мешают этой сделке. Или провокации, типа сбитого Боинга. Вот не сбили бы Боинг, а Боинг, конечно, сбили какие-то проукраинские террористы, даже если это были наши террористы. Потому что они сделали это специально, чтобы сорвать уже намечавшуюся договоренность. Но ничего, мы расколем Европу сейчас. Сейчас нам главное дотянуть до весны, когда будет решаться вопрос о пролонгации или не пролонгации санкций. Расколем Европу. Вот уже там 60 деятелей культуры Германии подписали письмо. В вашей интерпретации у Владимира Владимировича сейчас пока еще перспективы есть. В его понимании. В моей интерпретации его понимания. Да, его понимание. Я просто пытаюсь построить эту конструкцию. В моем понимании, да. Да. То есть, Владимир Владимирович... А на самом деле? Совершенно не страдает. Он, конечно, страдает по поводу происходящего, потому что все идет не по его пока что. Не удовольствием достичь быстрого успеха, на который он рассчитывал весной минувшего года. Но и катастрофы в его голове нет никакой. Прорвемся. А в вашей голове? В моем понимании, я не знаю, что катастрофа наступит быстро. Но, во всяком случае, Путин перешел определенные красные линии, которых переходить было нельзя, хотя бы потому, что Российская Федерация слишком зависима от Запада. Ну, это то, что повторялось многим, в том числе и мною, с весны. Она находится в большой финансовой и технологической зависимости от Запада. К самостоятельному существованию по образцу Советского Союза до Брежневских времен она совершенно не готова. И дальнейшая изоляция от Запада будет усугубляться постольку, поскольку Кремль будет демонстративно игнорировать определенные правила поведения в мировом сообществе. Кроме того, даже те шаги Кремля, которые не воспринимаются Путином серьезно вообще, например, пропаганда федеральных телеканалов, представляющих украинцев фашистами... Ну, в Украине тоже есть своя пропаганда, представляющая... Да, но, тем не менее, эта массированная пропагандистская машина была запущена России, в первую очередь. Это же тоже последствия этих шагов являются необратимыми по-своему. Поэтому нет, я здесь ничего хорошего не жду, и никакой стратегической победы Путина здесь быть не может. Тактические какие-то достижения могут быть. То есть, как и в варианте Янукович-2013, Путин зашел слишком далеко, не осознавая именно каких стражей он разбудил. Вот еще один вопрос от Максималика. Как с нравственной точки зрения вы оцениваете американские санкции против Крыма? Это месть крымчанам за то, что они захотели быть с Россией? Как вообще логически можно объяснить эти санкции, если, по словам США, Россия оккупировала Крым и под дулами автоматов заставила население голосовать? Теперь США вводят санкции против Крыма. Крыма, которую называют украинской территорией. Где логика? Если это украинская территория, почему против нее санкции? Если это российская территория, так что же, в чем тогда конфликт? Территория, находящаяся под фактическим контролем России. Объектами санкции являются, собственно, не столько крымчане, сколько сам факт аннексии Крыма-России. Но когда речь идет о конкретных, простите, карточках, которыми пользуются конкретные люди, им совершенно все равно, что там паны дерутся, и у них-то что будет ручно-ручно. Последствия, которые были легко просчитываемы, очень странно, что Кремль не прочитал этих последствий. Вместе с тем, я согласен, что большинство населения Крыма не хотело бы оставаться в составе Украины и давно мечтало о том, чтобы... А какой выход у населения Крыма, против которого теперь санкции? Что они должны сделать в ответ? Вот против них вели санкции дальше, что они сейчас должны, чтобы махать американским флагом? Нет, мне кажется, население, к сожалению, не будет решать этот вопрос. Этот вопрос будут решать элиты, все то же самое активное творческое меньшинство, состоящее из единиц процентов населения. Может быть, со временем меньшинство придет к выводу, что нужен какой-то компромиссный, палеотивный вариант, например, в формате независимости Крыма. Но в любом случае эти вопросы будут решаться в случае и после ухода Владимира Путина от власти. Вот об этом. Момент, которого пока не прогнозируем. Вот об этом, как ни странно, вот вы не прогнозируете, да, а очень много всевозможных вопросов. Многих интересует вообще, как технически, как жить после Путина, потому что когда-нибудь этот момент настанет. Есть ли какая-то подготовка к этому, не знаю, есть ли какие-то пути, или просто все хаос, все распадет. Есть вопросы, распадется ли страна в результате этого, или есть преемники, тут даже перечисляются некоторые варианты. Кто мог бы быть преемником, потому что ведь надо же кого-то готовить, это же как-то нужно, ну как-то нужно планировать все-таки до какого-то там 2028 года. Пока Путина у власти никакой реальной подготовки преемников не будет. Хотя бы уже потому, что проект «Преемник-1» себя не оправдал. Да Путина не может позволить, чтобы кто-то прямо в реальном времени дышал ему в спину и в затылок. Ну он попробовал, и вроде ничего страшного не произошло. Ну как, сколько было страданий. Потом была неудобная психологическая ситуация, при которой Медведев воспринимался как добром многими, а Путин как зло. Так быть не должно. Путин не нужен рядом соратник, который воспринимается лучше, чем он сам. Именно поэтому я считаю, что не будет сильного премьера при Путине. Возможно, замена премьера даже Медведева, но такого же слабого премьера, как сам Медведев. И вполне возможно, что Медведев является по-прежнему преемником Путина, поскольку сакральным статусом в этой системе пока наделен только он. Ведь их история отношений с Путином, она абсолютно библейская. Медведев как бог-сын принес себя в жертву желания воли отца. Он мог остаться на президентском посту, но захотел, чтобы все исполнилось как хочет отец, а не как он сам, его политический отец. Поэтому нельзя прописать план смены Путина в датах, цифрах и параграфах, нет. Нет, ну хотя бы идеологически. Опять же, по Библии, когда увидим, так сказать, свет от одного конца, не будет другого. Это значит, что Владимир Владимирович ушел, и пришел тот человек, который будет в этот момент председателем правительства по Конституции. А что вы думаете? Ну, это очень формально. Ну, хорошо. А если, например, все заканчивается как раз совсем формально, просто заканчивается очередной срок, и следующие выборы, и в них Путин не участвует? Ну, теоретически это возможно. Это катастрофа для страны? Нет, это не катастрофа. А система-то вроде вся выстроена на что-то другое, нет? Нет, Россия страна с монархической традицией, а монархи – это институт. Но значит, новый президент будет выполнять монархическую функцию. Другое дело, что Россия начнет радикально меняться, конечно, в момент смены президента. Потому что, как и в случае, скажем, со смертью Сталина, ведь на смену Сталина пришли его ближайшие соратники, но ситуация в стране начала меняться кардинально буквально в тот же день. Так будет и сейчас. Медведев играет роль Хрущева. Это он так вот. То есть, вы, кстати говоря, все время напоминаете Медведева. Вы считаете, что у него еще политические перспективы будут на послепутина, что называется? Пока он является председателем правительства и формальным преемником, конечно. Ну, как только Медведев становится президентом, он сразу преображается. И он начинает гореть глаза, из ушей идет дым. Мы видим в нем нечто царственное сразу. Я пока видела только какие-то странные скриншоты экранов, где под изображением Медведева написано «Дмитрий Медведев», чуть ниже, президент Латвии. Ну, я понимаю, что это какая-то ошибка и накладка, но в последнее время их как-то появляется очень много всяких странных накладок. Ну, давайте еще доживем до ухода Владимира Владимировича, но я здесь опираюсь только на зарастрийский астрологический прогноз, ибо никакого более ответственного прогноза сейчас не существует. Согласно которому, большой цикл русской политической истории завершается в марте 2017 года. Да что вы! Да. Вот что случится в марте 2017 года, мы не знаем. Вообще, 17-й год, сначала 14-й год все вспоминали как столетие, известно чего, и очень нервничали. Ну, собственно, что-то такое получило в 2014 году. И в результате получилось в 2014 году нехорошо. Потому что стыкнул большой кризис миропорядка. Вы сейчас говорите про 17-й, и это какая-то совсем плохая затея. Ну, это старый прогноз. Собственно, это 32-летний цикл. Предыдущий закончился в 1985 году, пришел к власти Горбачев с его перестройкой, а еще предыдущий в 1953, когда умер Сталин. — Ой, кстати, вот здесь нам подсказывает радиослушатель то, о чем мы сегодня совсем забыли. У нас ведь кроме Востока Украины есть еще вредный Лукашенко, пишет. И почему-то был вопрос... — Ну, вредных людей у нас полно, начиная от Обамы и заканчивая премьер-министром Австралии. — А вот, что будет с Белоруссией? Был еще такой вопрос. А в Белоруссии-то, в общем, ситуация немножко зеркальная. У них тоже есть монарх, так уж получается, да? У них тоже какая-то есть некая... — Ну, в Белоруссии все-таки персоналистский режим, которого в России нет. — Так. — В России ведь нет вертикали власти, это пропагандистский фантом. — Ну что вам? — И даже многие со сторонники этой теории, где вертикали власти в последнее время от нее начали отступаться. Нет, в России есть горизонталь. Власть возникает в любой точке, где есть сочетание больших денег с административным ресурсом, гражданским или силовым. Путин является, безусловно, символом этой властной машины. И он единолично принимает решения в судьбоносных вопросах, типа войны и мира с Западом. Да. Но не во всех вопросах национального бытия, экономики и так далее. Экономика вообще украине раздражает и утомляет. Как нечто лишнее совершенно. Лишний элемент национальной жизни. — Она сейчас многих раздражает, экономика-то эта ваша. — И утомляет, кстати, она же. — Да, но все остальные люди живут внутри этой экономики, а Путин вне. Он живет при коммунизме. Неслучайно он даже не знает размер своей зарплаты. У него же в кармане денег нет, зачем они ему? Его же кормят, поят и возят бесплатно. — Ну, это правда. — Вот. И именно поэтому он не чувствует никаких изменений. — А вот, кстати, как вы думаете, вообще в принципе... — Да, Лукашенко, говорю, а Лукашенко персоналистский режим. Поэтому там, конечно, гораздо больше зависит от того, насколько долговечен будет сам Александр Григорьевич. — То есть там просто все поменяется вообще до неузнаваемости? — Ну, смотря, кто придет ему на смену, я думаю, что все-таки он воспитывает кого-то из своих сыновей себе на смену. Вряд ли он доверит престол кому-то еще. — Ну, я скорее спрашиваю, не что будет, а технически, как это возможно? Вот возможно ли удержать власть в России в том же режиме после Путина? — Нет. Ни в России, ни в Белоруссии невозможно. — И в Белоруссии, соответственно. — В том же режиме можно удержать только демократическую власть. Или же такую институциональную власть, которая существует очень давно. — Ну, где? Ведь монархия, хотя она опирается на традиционную легитимность, но она сама по себе очень институциональна. Умер отец, пришел сын, даже сын убил отца или был возлейшим врагом. С внешней точки зрения-то ничего не изменилось. Соблюден определенный ритуал престола наследия. В нынешней ситуации, просто исходя из огромного количества факторов и деталей, неизменной власть не останется в России после ухода Путина. Хотя могла бы остаться неизменной, если бы он ушел в 2008 году с концами. Вот это могло бы пролонгировать линию российской власти на значительно дольше отрезок времени, чем при сохранении Путина навсегда. — Спасибо большое. Здесь мы как раз уходим. Это Санислав Белковский, политолог со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok